Здравствуйте! На портале Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня у нас вот такой вопрос. Зачем Бог испытывал Авраама? Для чего он предлагал убить своего сына? Разве Бог не всеведущий? Разве он не знал, что Авраам любит его и верит ему? Ну, как ответил кто-то из толкователей, Бог-то, конечно, знал. Авраам не знал. И поэтому вот в таком афористическом ответе, собственно, содержится все. Дело в том, что мы понимаем испытание просто как некую проверку. В данном вопросе это явно звучит, что Бог проверял Авраама. А вот какой он Авраам? Он верный ему или неверный? Пойдет он на такой страшный поступок? Как бы готов он своего не просто возлюбленного единородного сына, а сына данного ему Богом, обещанного ему, которого он ждал не одно десятилетие. То есть это просто цель, смысл, радость в жизни. Насколько он готов в послушании Богу сделать то, что велит ему Бог. Вот якобы Бог просто проверил, он проверил. Да, молодец. Собственно, даже текст Библии. Теперь знаю я, что боишься ты Бога и не пожалел сына своего для меня. Так говорит нам текст Священного Писания. Но все-таки надо понимать, что испытание это не просто проверка. Это некая ситуация, которая не просто проявляет в нас какие-то качества. Например, лучшие или худшие. Поэтому говорят, что если тебе не предлагали украсть что-то по-легкому, взятку тебе большую миллионную не предлагали, ты не знаешь, откажешься ты или нет. Мы там осуждаем каких-нибудь взяточников или каких-нибудь лихаимцев. Окажись, мы на их месте. Мы не знаем, мы не проверяли. Если ты не был в окопах, ты не знаешь, как ты отнесешься к тому, что пули свистят на голову, а тебе говорят вперед в атаку. Не знаешь, не пробовал. И это вот проверка. Давай попробуем. Но кроме того, любая подобная проверка, это не просто проверка, а это то, что меняет человека. Человек, попадая в ту или иную ситуацию, меняется сам. И до того, как ему это испытание на его долю выпадает, он один человек, а после того, как он это испытание проходит или не проходит, он становится другим человеком. Это, кстати говоря, очень важно. Сейчас даже западный кинематограф давно ушел от старых схем. Но если вы посмотрите какой-нибудь старый вестерн, там есть ковбой в белой шляпе, он хороший. Есть ковбой в черной шляпе, он плохой. И, собственно, вот весь фильм, они воюют, стреляют там, вдруг куда-то скачут, и с ним ничего не происходит. Как был он в белой шляпе хороший, так он и остался. Как был в черной шляпе плохой, так он плохим и остался. А система Станиславского, которая, собственно, потом была распространена на все мировое театральное и кинематографическое искусство, она подразумевает, что человек меняется. Он в начале фильма, например, или спектакля, он один, а в конце он другой. Он действительно, та ситуация, та драма или та трагедия, или даже та комедия, в пространстве, в котором он находится, меняет его. Так вот, если от этих легких рассуждений вернуться к разговору об Аврааме, то мы увидим, что, да, эта ситуация повлияла на Авраама. Он стал другим. Он, пройдя это испытание, как говорят, за одного битого, двух небитых дают, да, и что человек, не знаю, там, если уж я сегодня привожу какие-то армейские примеры, в армию уходит мальчиком, возвращается мужчиной. В этом был смысл, не просто в какой-то проверке. Да, Бог знал, как поступит Авраам. Но эта ситуация с Авраамом, уже даже с двумя буквами А, я напомню, что первоначальное имя было его Авраам, а потом, когда он Божьему обетованию внял и поверил, то Бог сказал, будет имя тебе Авраам. Вот, он уже был Авраамом, но он еще не был тем Авраамом, который действительно стал отцом всех верующих людей. Поэтому это не бессмысленная проверка, а это испытание, которое изменило Авраама. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...